Хорошо, Станислав, всё понятно, приветствую. Но у меня теперь появились вопросы, потому что я думаю о теории, о которой вы попросили. Читали ли вы мои книги? Смотрите ли вы мои видео на ютубе? И что конкретно по теории вы хотите понять и узнать? Это же обширная очень тема. Почему пришли в этот проект? Конкретно какие у вас задачи в проекте и вообще? Здравствуйте ещё раз. Интересные вопросы у вас сформировались. К сожалению, ваши книги не читал, и я видел, что они у вас есть. Возможно, я ещё к этому не пришёл, чтобы их читать. Но у меня есть некий затык с чтением. Я, когда читаю информацию, тогда именно читаю, я вечно улетаю куда-то в кастралы, и мне не ложится. То есть вот почему-то так. Мне книжки очень сложно даются. Ваши видео смотрел, я постоянно там нахожусь в стадии поиска какой-то новой информации, именно потому что я нашёл ваши видео на ютубе от какого-то там, не помню, то ли 98-го, то ли в общем какого-то давнего года. Я поэтому и обратился к вам. Я вижу и понимаю, что, наверное, вы единственный человек в русскоязычной аудитории, от которого можно получить правильную информацию, что ли. Некоторые там ещё попадались мне, но так как-то всё очень хорошо. Ваша подача информации очень сильно привлекла меня, поэтому я и стал возможность обратиться сразу к вам напрямую, без того, чтобы смотреть видео, которые вообще доступны. Я знаю, что если мы будем работать напрямую, то будет значительно больший эффект. Поэтому записался на этот курс и, в общем-то, готовлюсь к тому, чтобы записаться и на консультацию частную. Немножечко историй, почему я выбрал именно это направление. Как я указал выше, в предыдущих сообщениях, мне всё время было интересно каким-то образом там помогать, направлять людей, разговаривать. Я очень долго хотел пойти на психолога, но вечно так жизнь сложилась, что я всё-таки закончил на инженера образования и работаю в автомобильной сфере на протяжении последних 20 лет. Ну, всё время, всё время, всё время мне хотелось вот как-то с кем-то разговаривать, кому-то что-то объяснять, кого-то поправлять, исцелять. То есть, вот так если назвать общими словами, в действительности помогать людям в том, чего они не понимают, вот, например, мироздание и так далее. Периодически я смотрел раньше разные литературы, там началось всё это в 2007 году с книжки «Секрет», и меня это начало привлекать. И я там по чуть-чуть, по чуть-чуть, потихонечку, потихонечку обретались какие-то навыки, какие-то знания, какие-то понимания всего, что нас окружает, помимо физического мира. Вот. Через некоторое время, я всё время видел сны, они у меня были всегда очень яркие. Я видел, как за полгода до того, как уйдёт моя тётя, я видел, как это будет происходить, и буквально через несколько дней после этого сна я узнал, что у неё рак. Я видел, как там про других родственников, когда они будут уходить. Вот. Помимо этого, у меня были события во сне, которые я параллельно, ну, прям чётко и параллельно привязывал к реале, то есть, и прям видел, как они происходили. Через какое-то время, там, я не знаю, это может быть года три назад или четыре, я уже так точно не помню. Я тогда ещё и не знал этого понятия. Несколько раз осознался во сне, достаточно случайно, и очень сильно как-то даже испугался, и мне показалось, что меня это немножечко переглючило. Потом был несколько раз сон во сне, то есть, я проваливался ещё глубже, смотрел там за событиями, выходил из них, из этих событий, и было, в общем, достаточно интересно всё это. После долгого времени анализа своих снов, своих сновидений, я начал анализировать чужие, то есть, ну, не в том плане, что приходите ко мне, я вам расскажу ваш сон. Я когда просто в компании кто-то где-то рассказывал, мне было всё время интересно, я фиксировал себе это, и пытался потом найти ответы, которые касаются конкретной персоны, его снов, что там приходило. В общем, таким образом, шажок за шажком, появилось некоторое понимание всего происходящего. Но оно пришло ко мне само, то есть, это я такой как самоучка, что ли, то есть, у меня не было каких-то там учеников, наставников и всего остального. Вот, и, собственно говоря, уже, когда я понял, что такое сновидения, когда я понял, что их можно корректировать, когда я понял, как это делать, ну, на этом пути у меня, я пытался искать информацию, есть такой человек, Михаил Радуга, там тоже осознанные сновидения, там курсы, туда-сюда, даже в какой-то момент я попытался к ним записаться на эти курсы, но посмотрел их работу, и она такая больше увеселительная, нежели имеет какой-то целительский характер. А мне вот больше интересно в этом направлении развиваться. Надеюсь, честно говоря, что у меня получилось ответить на все ваши вопросы. Если я вдруг что-то упустил, то я открыт к диалогу, буду рад. Еще раз повторюсь, что я искал, там есть, я смотрел тренинг, там, 94-го года, есть такой американский, Стивен Лобеш, по-моему, его зовут, то есть, про сновидения тоже рассказывает. Ну, мне как-то сложно было воспринимать информацию, потому что у нас каким-то кривым переводом на русский язык, и я вообще нахожусь еще в Молдавии, то есть, здесь преобладают все-таки молдавский язык, а не русский. Короче, как-то достаточно сложно. Когда есть такое непосредственное общение между человеком и человеком, как между мной и вами, даже в таком формате, как оно происходит сейчас, я все равно черпаю какую-то новую информацию. Я очень привлекла эта тема, я очень сильно хочу развиваться в этой теме. Именно поэтому я искал человека, с которым я мог бы выстроить некий контакт, у которого мог бы чему-то научиться, и в первую очередь, конечно же, теории. Наверное, я сам могу тоже рассказать многое, что такое сновидение, ну, это в моем понимании, конечно, что такое сновидение, откуда оно берется, как приходит, как оно связано с нашим подсознанием. Но все равно я чувствую себя еще таким зеленым школьником, и мне нужно больше знаний, больше умений, больше квалификаций, больше работы с мастерами, такими, как вы, для того, чтобы я тоже мог развиваться в этом направлении. Каким-то чудом разошелся сарафан о том, что я вот разбираюсь в сновидениях, в определенных кругах, и сейчас ко мне обращаются люди иногда там из Алтая, и, в общем, из Казахстана, откуда угодно, со всего мира, хотя я нахожусь в Молдавии. Ну, вот есть некоторая сеть, некоторая связь, некая какая-то, не знаю, божественная, через которую на меня люди потихонечку выходят, и приходят там с проблемами разными, то есть кто-то пришел с проблемой кошмаров, не мог спать очень долго, очень, прям 10 лет последних, кто-то не мог найти себя, кому-то нужно было вот показать это предназначение свое, и у кого-то еще какие-то проблемы с детства были, у одного парня была там проблема с горлом, мы вечно делали операции, мы там, в общем, раскопали, что это из детства тянется из определенных событий, из определенных ментальных блоков, что отражалось у него постоянно на физике, и убрали это. И происходит это следующим образом, в общем, когда ко мне обращаются люди с просьбой там помочь разобраться, я им даю вот похожее задание на то, как вы мне даете, единственное, там немножечко по-другому формулировку делаю, и без обращения, без сказок. В течение трех-четырех дней я собираю информацию о сновидениях, потом делаю погружение, и вот в этом медитативном состоянии, когда находится человек, я его вожу по этим снам, и у меня получается очень хорошо раскапывать вот внутри сновидения, что откуда тянется, какие причины, кто воздействует, как воздействуют, какие обстоятельства, и вот таким вот образом на сегодняшний день я уже помог, ну, большому количеству людей, не знаю, сколько точно уже не считал их, решил понимать свои сновидения, чужие сновидения, где-то там параллельно развивался в эзотерическом мире еще, проходил обучение в школе регрессии в прошлой жизни, то есть и такой опыт у меня тоже был, потом через какое-то время у меня сформировалось некое понимание, что такое сон, откуда он идет, и за последние, там, я не знаю, полгода, может быть, я провел примерно, ну, в общем, много сеансов с разными людьми, касаемо их сновидений, касаемо их проблем, делаю я это следующим образом, забыл, наверное, сказать самую главную задачу всего этого, почему этим заниматься, да, основное это изменять, в общем-то, жизнь людей в лучшую сторону, через сновидения, то есть помогать людям избавиться от их проблем, помогать людям найти свое предназначение, мне кажется, можно во всем помогать, то есть вредные привычки, лишний вес, и, ну, в общем-то, все, все. Станислав, хорошо, все понятно, но теперь мне нужен пример, какой-то конкретный пример, как вы погрузили человека, что вы видели, что вы исправили, какой результат, хотя бы один конкретный пример с подробным описанием. Хорошо, без проблем вообще, конечно. Один пример расскажу с парнем, один пример расскажу с девушкой, значит, с парнем, история была такая, он ко мне обратился, потому что запутался в своей жизни, не понимал, по какому пути ему двигаться дальше, то есть он стоял как у перекрестка, куда повернуть, направо или налево, то есть одно это было развиваться по жизни в одном направлении, другое это было развиваться по жизни в другом направлении. Помимо этого у него были проблемы, незаконченные, незавершенные отношения детские, там, детская любовь такая вот, травма, которая с ним на протяжении там 20 лет его преследовала последние, вот, и он не понимал, что делать с этой девушкой, вроде как и жили отдельно, и вместе, и пробовали, и не получались, в общем, были какие-то барьеры. Я ему дал задание перед сном, чтобы ему показала его душа истинную, его истинное предназначение. Это первый был вопрос. Второй вопрос был про вот эти вот отношения. После чего мы с ним, ну, там, 4-5 дней прошло, он скидывал мне сновидения, я сейчас точно их уже не помню, как они там звучат. После чего я его погрузил там, расслабил полностью, ну, в общем, в медитативное состояние, такой легкий, легкий, ведомый гипноз, так сказать. В общем, там прогулялись по подсознанию, по полянке, туда-сюда, спустились вниз в его подсознание, и я ему нарисовал комнату, в которой было 4 выхода в его сновидение. Там было как раз-таки 4 сновидения, вот было 4 выхода в его сновидение. Первое, ну, в общем, согласно тому, как они ему снились. Он в них возвращался, и потом сам находил ответы, я был как проводником у него, просто рядышком, но он сам находил ответы на свои вопросы, на том ли он пути находится или нет. Ему пришел сон на этот вопрос, что он где-то в деревне, в незнакомой, в непонятной, и никого не знает, людей не знает и так далее. И, в общем, он вернулся в эту деревню, к этим людям, пообщался с этими людьми, и окончательно убедились, что он находится не там, где ему нужно. В общем, я его попросил подняться над той ситуацией, где он находится в этой деревне, что он там сделал, что он сделал для того, чтобы попасть в эту деревню, которая ему незнакомая или ненужная. В общем, он посмотрел и увидел, как там много лет назад, в общем, он выбрал не то направление, переехал в другой город и пошел развиваться не по тому пути. После чего, опять же таки, мы вернулись в регрессию назад, там был 97-й год у него, по-моему, если я не ошибаюсь, или 2007-й, или 97-й, уже не помню. мы вернулись туда, и он оттуда посмотрел, какой исход у него был на данный момент, да, и посмотрел, какой исход мог бы быть, если бы он не сделал этого шага. Он понял, что в итоге ему надо возвращаться назад и прекратить развиваться в каких-то, ну, не тех направлениях, ненужных. он выбрал для себя путь, сейчас вот уже прошло, там, два или три месяца, он доволен, очень сильно, и кроме того, что он очень сильно доволен, еще и много людей, много кому меня рекомендуют и отправляют ко мне за консультациями, вот, что касаемо, там, сновидений. Вот. Следующая история, ко мне девушка обратилась, она много лет не могла спать без света, ей снились кошмары, точно так же я попросил ее посмотреть, что ей мешает, почему она не может спать. Через какое-то время она мне рассказала о том, что в ней сидит какой-то демон, вокруг нее какие-то демоны, какие-то бабки, к которым она раньше обращалась, еще она увлекалась, это шаманская аяска, если знаете, это такой навар, которым, ну, улетаешь, в общем, не туда, куда надо. Или не всегда надо. Вот, было тоже несколько сновидений, собственно говоря, погружалась она достаточно легко, эта девушка, потому что у нее опыт там больше 20 сеансов регрессии было. Она погрузилась, значит, она находилась в атмосфере, где вокруг нее было очень холодно, где она там очень испугана, там, в ходе того, что даже дрожала, находясь здесь в реале. Очень была испугана, у нее там было сильно темно, и много всякой этой нечисти. Значит, мы поднялись над этой ситуацией, оказалось, что она когда-то давно в детстве каким-то невероятным образом чего-то очень сильно испугалась, и это было где-то там два или три года у нее, и вот в этом возрасте она себе поставила некий купол вокруг себя, который бы ее оберегал. Вот. И получается, этот купол ее оберегал от всего плохого и от всего хорошего в том числе. Дальше в процессе сеанса мы посмотрели на этот купол, когда она там себе поставила эту защиту, почему она так смогла себе поставить, это видимо было с прошлых воплощений, какой-то некий виток ее возможности или что-то еще, честно говоря, тоже уже не очень помню. Вот. И под этим куполом, под которым она находилась, она там действительно экспериментировала то с этой аяской, то с этим шаманизмом, то с чем-то еще, то с какими-то бабками, гадалками ходила там все туда-сюда. Были очень большие проблемы у нее. И она их вечно пыталась оставить, потому что она красивая симпатичная девушка, на нее не обращают внимания мужчины. Этот купол ее просто загораживало и от мужского внимания тоже. Вот. В процессе сеанса мы докопались до того, что она все-таки своими вот этими своим шаманизмом и всей остальной колдовской фигней, она нагнала, она открыла к себе как доступ с нижних миров. и к ней лезли все вот эти вот снизу, подымались к ней наверх, подымались, подымались, подымались и набивались под этот купол, потому что детским оттуда было некуда. там даже по-моему у нас было два сеанса. В общем, суть в том, что мы отмотали назад, убрали этот купол в детстве, то есть мы переписали ситуацию в детстве, чтобы она не так сильно испугалась и не ставила себе этот купол, отмотали назад, почистили там пространство, которое там набежало на нее всей этой фигни и нечисти. Вот, и, собственно говоря, там она со второго дня начала спать спокойно, ей перестали сниться кошмары, то есть все стало хорошо и до сих пор приходят там нет-нет всякие эти образы неприятные. Но, тем не менее, спит она спокойно, относится она к ним достаточно уже, ну, то есть она их не боится, она их уже нет-нет может сама там повыгонять, уже там плюс-минус даже где-то сама разбирается в этих ну, что откуда пришло и зачем и почему и, в общем-то, даже тоже просит, чтобы я ее уже научил так более детально разбираться в снах. Буквально на прошлой неделе мы работали с одним парнем, у него была проблема тоже самореализации, ему там 35 или 37 лет, что-то такого, он не мог найти там себя по жизни, не мог найти чем заниматься, не мог, ничего не получалось и так далее. В общем-то, погружение происходило точно так же, я не сильно там экспериментирую с этим, у меня есть один определенный скрипт, который работает и мне нравится. Вот, вернулись к нему, а ему на протяжении там, я неделю спросил его, чтобы он диктовал мне сновидения, и ему на протяжении недели через день там разные события, но приходило все время мама, 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 также у него не было чувства уверенности. Мы вернулись в эти сновидения к маме, разговаривали с ней, спросили, где его уверенность, в общем, она ему показала, он убрал всю черноту со своей уверенности, свое сердце, открыл свое сердце, и после того, как мы нашли его уверенность, ему буквально на следующий день пришел сон о том, что он каким-то образом очень сильно обижен на маму. Мы провели еще один сеанс, вернулись в далекое прошлое, в общем, у него было много, семья была достаточно неблагополучной, и начиная с периода беременности его мамы, когда он находился в утробе, там, два или три месяца ему было, он уже слышал скандалы между мамой и папой, нам приходилось это все исправлять, переписывать заново, потом два года у него были травмы, которые прилетели от мамы в три и в четыре, то есть там достаточно серьезно мама его над ним, не то чтобы издевалась, но воспитание очень специфическое было, и нам пришлось потом все исправлять. еще еще история была с девушкой, в общем, тоже у нее в жизни не сильно там все складывалось, с работой проблемы, семейные отношения, там, так себе и с мамами, и с папами, со всеми вокруг, в общем, она какая-то вот оказалась, вообще только она и ребенок, да, хотя девушка очень сильно позитивная, очень светлая, такая веселая, озорная, прям, молодец, но вот ей в определенных моментах не везло, и в общем пришло к ней, я тоже ей дал задание понаблюдать за сновидениями, ей пришел мост, на этом пути были, на мосту она была в состоянии сражения с кем-то, в общем, там было так страшно, и туда-сюда, и мы вернулись в это сновидение, и я ее попросил, чтобы она остановила там все события, которые происходили, у нее там было не пять битв каких-то, то есть вот так вот она прям с мечом, с рыцарями там воевала, ну, я попросил, чтобы она там все эти события остановила, так на паузу, и, в общем, посмотрела, кто этот рыцарь, каждый, с которым она должна была бы там сражаться, просто, чтобы вот он проявился в истинном обличии, и, там, в общем, что было перед этим мостом, что было после этого моста, мы ходили перед этим мостом, там у нее был страшный лес, там, в общем, с жуткими животными, потом, каждое это жуткое животное, то есть там была то мама, то папа, тень на ней оставлял свои, там, через черепек, а то вот муж, от которого она уже, с ним она рассталась, но избавиться она от него не может, то есть, да, и вот мы там все вот это вот порасставляли на свои места, и с каждым, с каждой расстановкой все светлее, светлее становилось у нее там пространство, и все меньше было на этом пути, на этом мосту, все меньше было у нее, ну, вот этих вот сражений, там, вот этих вот рыцарь, до тех пор, пока мы не убрали все, и в конце моста, там, прекрасное царство, королевство, в общем, в которое она там пришла и поселилась там, в принципе, олицетворение ее новой жизни, после этого она расставила со своим мужем все-таки все точки над И, потому что они развелись достаточно давно, а он все равно ее там трепал, нервы ей, и, в общем, она сделала так, как она хотела, с родителями она там помирилась и поехала, она тоже живет в Москве, а родители где-то подальше, там, в Подмосковье, и она поехала и к маме, и к папе, и все были рады ее там видеть, и все было очень, собственно говоря, хорошо.